В разгар кризиса, в эпоху девальвации рубля и нефти по цене глины, Автоваз дал старт началу производства нового автомобиля. На конвейер завода встала Lada X-Ray. Производство открыли губернатор Николай Меркушкин и президент Автоваза Бу Инги Андерсон. Когда выпускается новая модель, это всегда радость, это всегда достижение чего-то нового. Тем не менее, эта модель, и та, которая была выпущена несколько месяцев назад, это новый уровень Автоваза, это новый уровень автомобилей, которые абсолютно не отличаются от тех, которые производятся в других странах, и которые, я уверен, будут продаваться не только у нас в России, в том числе X-Ray, но будет и продаваться за рубежом. В пару минут мы начинаем производство Lada X-Ray. С Lada X-Ray, с Lada Vesta, мы воссоздаем российскую автомобильную индустрию здесь, в Толиатии. Мы воссоздаем российскую автомобильную индустрию здесь, в Тольятти. И мы меняем восприятие Автоваза и Lada. Lada X-Ray собирается на том же конвейере, что и семейство Гранта Калина. Сварка кузовов происходит на импортной автоматизированной линии. Модель оснащается японской коробкой передач и двигателем с алюминиевым блоком цилиндров, который изготавливается в Тольятти на вазовской линии производства двигателей. Комплектующие для Lada X-Ray на 50% российского производства. Через год локализация составит 75%. Локализованы самые важные узлы и агрегаты, а импортируются лишь второстепенные комплектующие. Машина имеет передний привод и увеличенный дорожный просвет, а вот полный привод пока не предусмотрен. Он появится только в модели X-Ray Cross, о которой пока почти ничего не известно. Также ничего не известно и о предполагаемой цене новинки. Аналитики рынка склоняются к цене от 555 тысяч рублей, но в нестабильное время цена может сильно измениться. Сегодняшний запуск Lada X-Ray фактически новый шаг в развитии автоваза. Завод не только запустил новинку в кризис, но и уложился в сроки выпуска. Вслед за этой машиной последуют другие модификации, включая полноприводную, а также другие принципиально новые модели. Между тем кризис в автомобильной отрасли продолжает бушевать. Практически все бренды, представленные в России, показывают отрицательную динамику продаж. Сам автоваз просел на 30% за последние 11 месяцев. Некий ажиотаж на рынке вызвала новая Lada Vesta, но ее продажи пока слишком малы. Все из-за того, что пока в продаже имеются только дорогие комплектации, а базовые версии пока в салоны не поставляются. Из-за низких продаж автоваз вынужден увольнять сотрудников и закрывать смежные производства. Что касается модели X-Ray, то ее продажи начнутся в конце января, начале февраля 2016 года. Андрей Трой, Артем Сулайманов. События.